Всем привет! В этом видео мы рассмотрим основы композиции, которые помогут вам создавать гармоничные работы, сочетая слова, уже складывая их в композицию. Начинаем с того, что, допустим, это область, наш лист, мы находим ось симметрии, находим серединку и отмечаем ее легкими штрихами. Отмечаем блоки для слов. Важно, чтобы у нас слова располагались симметрично, чтобы ось симметрии делила как бы слово пополам. Также они не должны стоять далеко друг от друга слишком, да, чтобы не было такого одно слово в одном части листе, во второе в другой. Тогда они вряд ли сложатся в композицию между собой. Нам важно, чтобы они стояли достаточно близко, но в то же время не липли сильно друг другу, чтобы все-таки между ними было какое-то небольшое пространство. Чаще всего у нас композиция вписана, слова они вписаны в какую-то форму простую, то есть это либо круг или овал, либо это, допустим, квадрат, прямоугольная форма, это самые такие вот базовые. То есть мы можем сразу, например, отметить, что вот мы задумали, у нас будет овальная композиция, мы этот овал отмечаем. Мы видим, что у нас блоки под слова, да, здесь намечены, и у нас также есть пустые пространства, которые нам нужно будет чем-то заполнить, чтобы вся эта форма, да, сложилась в овал. Для примера я набросаю здесь слово hello, hello there будет. Да, то есть чем мы можем заполнить, это может быть простой декор, там, например, веточка с листиками, либо это может быть рощерк, как отдельно стоящий быть, либо вытянутый из какой-то, буквы из какого-то слова. Сделаем его отдельно, вот так вот. И здесь у нас тоже, да, небольшое пространство, которое мы также можем заполнить. Рассмотрим еще один вариант схемы, также отмечаем серединку нашего воображаемого листа о симметрии и отмечаем блоки схемы под наши слова. На самом деле со схемами работать очень удобно. Я вот такие вот небольшие зарисовки делаю практически для каждой композиции, да, то есть я начиная не на большом листе, я придумываю именно на каком-то маленьком, бывает даже клочке бумаги, чтобы не бояться испортили лист, чтобы не было страха, да, чистого листа. Мы именно здесь небрежно делаем такой набросок, чтобы нам определить самую главную форму. Можем такой вариант вписать в круг, например. То есть тоже здесь у нас уже такие полукруглые блоки идут, здесь получается побольше пространства между словами. И это пространство можно заполнить, ну, к примеру, там каким-нибудь розчерком, неважно. Здесь также будет, да, какой-то вот декор, какие-то элементы. Тут можно что-то добавить, и у нас вся композиция, она сложится в круг. Рассмотрим еще пример такой более квадратной или прямоугольной композиции. Возьмем прямые блоки, может быть, там три слова, больше слов, или можем взять вот это вот, например, по диагонали расположить, тоже для наглядности, чтобы мы посмотрели, что у нас вот здесь вот появилось такое пустое пространство, которое заполнить вот тут вот, здесь. И если мы это будем добивать до формы прямоугольника, то еще вот здесь вот. Также в композицию можно сложить и одно слово, да, то есть мы можем писать его, там, по диагонали или по такой дуге. И выбрать, допустим, у нас будет овал. Чтобы этот овал у нас получился, мы добавляем уже всякие вот элементы. Здесь можно вот так вот вытянуть какой-нибудь штрих, да, из буквы. О, тоже можно добавить вот сюда такую вот загогулину. И здесь какой-нибудь рощерк. Вот. Да, то есть тоже одно слово, но оно у нас сформировало из себя, да, из дополнительных деталей композицию. Такими простыми шагами мы можем сделать наши надписи более интересными, и что они будут смотреться именно как картинка, а не как отдельно стоящие надписи или слова. Таким, чтобы все было не здесь! Продолжение следует...